Аллочка, здравствуйте! Можно я вас буду так называть? Не Алдиновьевна, как положено. Таня, ну даже мне кажется, что мы уже давно на «ты». Да, спасибо вам за это. Потому что мы уже давно знакомы. Спасибо. Вы такая красавица, вы такой доброжелательный человек, излучающий вот эту доброту необыкновенную. И говорят, что вы в детстве считали себя некрасивой, конопатой. Кто посмел вам сказать, что вы некрасивая и какая-то не такая? Очень некрасивая была девочка. И соседи мои по коммуналке говорили, надо же, такая красивая мама и папа. И как девочка не удалась. Я с этим жила очень долго. Невозможно было с этим бороться. Но я еще вдобавок, уже с самого детства, мечтала стать актрисой. Почему? А я оказалась в третьем и четвертом классе в Германии. Советская военная администрация в Германии, в Карлхорсте. И все свободное время я ходила в кино, где показывали наши фильмы. У нас вот есть даже такие незабудки. Ой! Это мой любимый цвет. Я ходила в школу, и нас держали в черном теле. Формы были страшные совершенно. Серые платья, причем сделаны из жуткого совершенно материала. А я вообще очень кудрявая. И сказали, если ты еще раз будешь накручивать волосы, приходить в школу так, мы тебя исключим. Поэтому я мазала голову подсолнечным маслом. Кошмар. Заплетала косички, и в таком виде я ходила в школу. Мало того, что страшненькая очень, конопатая и вообще какая-то неуклюжая. И вдобавок вот с такими жирными волосами. Да, да, да. А к нам встречались, приходили дети немецкие, одеты белые блузочки, чистенькие. Кок вот такой беленький, вот здесь вот так вот. И говорили, хлеба, торфу. И что отвечала я? Вот это вот стояло, это жуть какая-то, совершенно жуть, жутью. И говорила, не видать вам, красавица, Волги, и не пить вам из Волги воды. Я до сих пор стужусь, что я это делала. Так вот, я начала говорить, что я ходила в кино все время, и видела Целиковскую, Серову. И я плакала, я так мечтала, что я так хотела. И я ходила к немцу, к фотографу. Брала мамино платье. Оно, конечно, мне было длинное. Он меня сажал на стол. Я распускала волосы чистые, немасляные. Садилась в какую-то позу, вот в такую. И он меня фотографировал. А ноги у меня же кончались вот здесь, и поэтому вот эта фотография, она сохранилась. Значит, под этим платьем вот так вот мои ноги торчат. Да, болтаются ноги. Вот так я хотела быть актрисой. Я плакала и мечтала только об этом. Но вы, когда из Германии вернулись, вы здесь продолжали в кино ходить? Ну, конечно, конечно, конечно. Я жила, знаете, на Поварской. И училась в школе в Трубниковском переулке. И там я уже играла стрекозу. Стрекоза и муравей, да, басня. Я, значит, сама себе делала костюмы. А еще был самый, так сказать, случай, который просто поверг необходимость быть актрисой. Когда я училась уже в 10-м классе, к нам пришли на Пироговскую, к киносъемочной группой. На массовку просили десятиклассников. Батистат зрелости. И я попала на Масфильм. И тут у меня уже голова просто пошла кругом. Васи Лановой. Стала, в конце концов, все-таки поступать сначала в Щукинское, потом в Авгик. И в первый же раз я и в Щуки провалилась, и в Авгике провалилась. Ну, я думала, что все. Жизнь моя закончилась. Я вернулась домой. Легла с мамой в постели, потому что не могла спать одна. Всю ночь смотрела в потолок. И плакала, плакала. Ну, мама даже не старалась меня утешать, потому что это было просто страшное-страшное горе. Вот, что я не поступила в Авгик. И когда я уже отчаялась, и я уже учусь на третьем курсе инъяза. И я встаю где-то вот тут на Арбате. Ко мне подходит какая-то женщина и говорит, «Здравствуйте, вы Алла Будницкая?» Я говорю, «Да». Так, она говорит, «Вы знаете что? Вы поступали ведь в Авгик?» Я говорю, «Да». И вы меня не приняли. «А вы знаете что? Там очень жалеют, что вас не взяли». Я говорю, «Да, откуда вы знаете?» Говорит, «А я Али Кузнецова». Это же Анатолия Кузнецова. Она на режиссерском факультете в Авгике. Она говорит, «Слушайте, идите и поступайте». Правда, там просто говорят, «Ну вот жалко, девчонку не взяли». Я пришла, меня сразу приняли. Но надо сказать, что уже в Инъязе мы играли спектакль. У нас была чудная самодельность, из которой потом родился театр «Уникистских ворот». Там очень многие люди, которые в этом участвовали. Так что я уже была на сцене. И уже, так сказать, блистала на подмостках. Говорили, если улыбка в лице заиграла, значит, на сцене Будницкая Алла. Так что я уже была к этому, тянулась. Тянулась. И я была просто заражена этим. Конечно. И поступила, в общем, в Авгике. Тут уже началась совершенно другая, совершенно уже определенная, замечательная жизнь. Конечно. Да. Давайте сейчас посмотрим кусочек той жизни, которая началась тогда у вас в Авгике. Ну. Почему так волнуетесь, девушка? Я никогда не видала миллионеров и графинь. Опыта у меня маловато. Я еще институт не кончила. И потом я ничего не помню, что надо им говорить. Ничего страшного, Лариса. Все очень просто. Если будете говорить правду, ничего не надо запоминать. А, это русский сувенир. Любовь с Орловым. Любовь и Орлова. Как вы туда попали, в эту картину? А вот я говорю, после того, как я... Ничего себе вы говорите, вы не красавица, посмотрите. Это же просто глаз не оторвает. Нет, нет, нет. Это я выправилась. Я выправилась. Уверяю вас, что... Вот я когда вела передачу в своей жизни женщины, которая шла 4,5 года, мне очень часто писали девочки, вы знаете, я такая некрасивая. У меня были сюжеты. Я вставила фотографию свою, когда я была такая, и говорю, кто-нибудь скажите, кто это? Я говорю, вот это я. Вот скоро-скоро все переменится. И вы из гадкого утенка превратитесь в прекрасного лебедя. Я показала, что я тоже была некрасивая. И девочки как-то, в общем, соглашались. А что значит выправилась? Вы научились с собой ладить, управляться? Нет. Или это как-то физиология какая-то изменилась? Это физиология какая-то была. Я ничего специально не делала. Ну, генетика сработала, потому что папа красавица, и мама красавица. Вот и все. А комплименты вам говорили уже тогда, мальчишки ухаживали в институте? Ой, конечно. Конечно. Деваться было некуда. Надо было выбирать, кого отставить, кого оставить. Да, да, да. Романов у меня не было. И когда я уже поступила в Афгик, после первого курса, нас весь курс послали на целину. И мы давали еще концерты какие-то там, конечно. Помимо того, что я работала, например, на комбайне. Работа страшная, невозможно совершенно. Ну, в конце концов, мы стали давать концерты. Решили, что так нам жить вообще очень трудно. Невозможно, да. Купили, значит, нам еще кухню такую поварскую. Знаете, вот такая вот. Пулевую. Пулевую. И я стала готовить. А вы умели? Умела. Потому что я жила в коммуналке. Каждая своя плита, каждая конфорка и все. Я все время подглядывала, что точно ничего готовит. И рядом была ванная. Но это ванная, название ванной. Там цементный пол, стоит ванная. Но на самом деле ничего не было. И там мы хранили продукты. Ну да, потому что там прохладно. Прохладно. Я правда очень любопытная была. В смысле еды. Мне так было интересно, что мои-то как соседи, я все знала. А что в той квартире, я не знала. Поэтому я как кот забиралась в ванную, открывала кастрюльку. Не потому что я есть хотела. И пробовала. Из одной кастрюльки, из другой. Там подковырну, что они приготовили. В следующий раз я прихожу и смотрю, что все кастрюльки перевязаны бечевкой. А, догадались. Они догадались. Ну, они не знали, кто. Ну, в общем, это была я. Признаюсь. И таким образом вы научились готовить. И там на целине, значит, с этим каком. Я вот на этой кухне, значит, готовила всем своим сокурсникам. И там появился Саша. Вдруг. Хотя мы с ним уже в Афгике. Играли вместе. Этюды. Я была влюблена в какого-то оператора. Саша был, ну, просто мой друг хороший. Я говорила, Саша, пойдем, пройдемся по операторскому факультету. Я хочу посмотреть, там он или не там. И он как сопровождал меня. И все, да. А тут, наверное, он подумал, а что сопровождать-то? И так получилось, что мы уже на третьем курсе поженились. Давайте мы послушаем одного молодого человека. Он тоже все знает про вашу любовь. Взаимоотношения Александра Сергеевича и Аллы это отдельное кино, в общем, можно снимать. Потому что это люди, в общем, достаточно противоположные. Но как плюс и минус, они притянулись друг к другу. И в итоге дают, так сказать, огромный положительный результат. Но это в некий отдельный спектакль. Ну, я не знаю, близкие меня поймут. И люди, знающие, что это такой концертный номер каждый вечер. Подробности даваться не буду. Это интересно наблюдать. Снимали гараж. Там снималась Лилечка Хиджакова, Света Немоляева, ну, Валя Гавт. В общем, вот мы снимали всего там, по-моему, 30 дней. И поэтому с утра и до часов пяти, потому что все работали в театре, мы находились вместе. Мы так привыкли к друг другу, что не могли расстаться просто. И поэтому после гаража мы все время устраивали девичники. Лиля, Света Немоляева, Оля Остраумова. А мужья появлялись попозже уже, когда у нас девичник заканчивался. И вот появился, значит, Саша Лазарев у Светки. Мой Саша Орлов. Как-то очень они тоже сблизились. В общем, мы стали друзьями. Как-то оказались в Болшево на семинаре со Светкой Немоляевой. Она говорит, слушай, 27 марта мне надо в Москву. Я говорю, что? Говорит, а у нас с Сашкой день свадьбы. Я говорю, да ты что? И у меня тоже день свадьбы. А про себя думаю, ну, надо же два Александра Сергеевича. Орлов и Лазарев. И Лазарев. 27 марта. Потом как-то, я говорю, Светка, ты представляешь, у меня скоро серебряная свадьба. И она говорит, да? Говорит, и у нас в этом году. Говорит, это что? Да. Я говорю, ну как это так? Прямо в таком-то году, в таком-то году. Да. И мы решили сделать ее вместе. Ее друзья, мои друзья, громадный стол, наши родители были живы-здоровы. Было чудесно. Я прибегаю, что-то раскладываю. Говорю, Светка, ты представляешь, я проезжаю мимо ЗАГСа, а у нас там хозяйственный магазин. Она говорит, и у нас хозяйственный магазин. Я говорю, где? На Метростроевской, на Стоженке. Мы стояли в ЗАГСе друг за другом. В один день, в один год с двумя Александром Сергеевичем. Слушайте, ну так правда не бывает. Ну не бывает. Поэтому вот мы уже отметили серебряную свадьбу. Через 25 лет мы со Светкой отметили золотую свадьбу. В Середняково, у Лермонтовых. Ну вот уже Света, Лазарева, это просто моя семья. Сейчас мы не расстаемся, хотя уже у Сашки у самого была серебряная свадьба с Аленкой. Я хочу сейчас, чтобы мы все-таки вместе со зрителями посмотрели кусочек этого всеми любимого фильма, который вас так подружил на всю жизнь. Давайте. Все расходы производились в согласно утвержденной смете. Но, товарищи, имеется перерасход. Например, шпаклевка. В сумме 56 рублей, который на нас висит. 56 рублей, это, конечно, мелочь. Кошмар какой-то, когда это кончится. Мой бандит один дома заперт. А сколько ему лет? Да семь уже. А, ну пока мы отсюда выберемся, ему стукнет все восемь, а то и десять. И не боитесь одного оставлять? Нет, ну что вы. Понимаете, он привык быть дома один. И потом совершенно самостоятельный мужчина. Я успела заехать покормить его. Правление просит утвердить отчет по финансово-хозяйственной части. Кто за, товарищи? Прошу голосовать. Прекрасно, спасибо. Спасибо, спасибо, товарищи. Спасибо. Конечно, этот гараж нас объединил, и я считаю, Эльдар Александровича крестным отцом. Но вы какой-то необыкновенный друг об этом. Мы даже дочь Дашу вашу спросили. Даша рассказывает, очень интересно. Я думала, как ей доставалось от меня. Они всех балуют. Если к ним приблудилась собака, то через два дня собака уже валяется на постели с грязными ногами, ест из тарелки, которая стоит на старе. Это чистил же страшно. Они всех балуют абсолютно. То есть все, кто попадает к ним в дом, они становятся избалованными. Вниманием, любовью и так далее. Вы такая, как помните у Туи Янсен, муми-мама, которая всегда все всем разрешает и никогда никому ничего не запрещает? Я действительно такая. Но я никогда не устраиваю скандалов, дровоучений. У меня есть какие-то другие способы. Вот уже внуки, конечно, мое счастье, когда появился Сашка и Дашка. И вот Сашка что-нибудь наделает. Я говорю, Саш, перестань там маленькую. Опять начинает, опять. Все, что я делаю? Я хожу, и вот его нету. Просто нету. Я живу сама по себе. Я хожу. Что-то делаю, что-то готовлю. Смотрю телевизор. А он так. Баб. 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 А бабы нету. Вот просто как будто это какая-то невидимка. Это такое горе. Бабушка на меня не смотрит. Все. Я говорю, так, ну, так минут 15. Немножко подержишь потом. А, что, Саша, а что? Я больше не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Лилия Хиджакова. Давайте послушаем. Ну, человек открытый, приветливый. Если у кого занимают деньги, так это у Аллы. Даже когда у нее нет, она дает. У Аллы нет зависти вообще. Хотя это присуще многим даже очень талантливым, очень хорошим, достойным людям. Ну, достойные люди с этим борются. Недостойные не борются. Но вот у нее этого нету. В природе нет такого. Ей повезло, что у нее этого нету. И что никогда она этим не страдала. Может отметить чужую радость, чужие заслуги, чей-то большой успех. Это не вызывает в ней обратной реакции. Я знаю только одно, что я любыми способами должна сохранить эту дружбу. Если случаются какие-то трения, шероховатости, я стараюсь этого избежать. Чем быстрее этот конфликт разрешить, минует, тем лучше. Не затягивать. Ни в коем случае. Страдаю я, и страдает человек, с которым что-то происходит. И я очень благодарна Лилечке моей. Ну что вы, мы же вместе в одном доме живем, понимаете? Да, это вообще какой-то уникальный. Да, в одном доме живем. Две девочки построили на двоих, ну на две семьи, да? Один дом. Причем в какое-то совершенно махровое, жуткое время, когда нельзя было не то что кирпича купить, по-моему, даже и звездку нельзя было купить. Да нет, конечно, ничего. Мы с Лилей вообще, и инициаторы были. Там надо было рамы сделать. И я говорю, Лилька, я вот увидела, какая-то вот тут контора какой-то, там что-то доски стоят. Я прихожу и говорю, скажите, пожалуйста, вы не могли бы нам рамы деревянные на второй этаж сделать? Стоит такой, Соломон Абрамович говорит, мы не делаем рамы, мы делаем грабы. Я говорю, ну сделайте, пожалуйста. Ну ладно, но нас узнавали. Да, да, да. После гаража узнавали, еще картины какие-то были. Ну, в общем, мы были узнавали. Вот мы этим очень как-то пользовались тогда. Мы до кирпичного завода, значит, доехали и сказали, дайте нам, значит, кирпич. Сколько вам надо? Ну, хиджак в Будницкой сидит. Ну, сколько? Две тысячи. Он говорит, берите пять. Да вы что, у нас таких денег нету, говорим. Да вы что, вы потом кому-то дадите кирпич, а вам за это... Действительно, мы отдали кирпич, и за это нам бесплатно сделали кладку, понимаете? Нет, ну мы, конечно, везде ходили, побирались. Для того, чтобы что-то получить, нам нужно было на 8 марта приходить к ним в красный уголок, сидеть с ними, выпивать. Ну, конечно. Конечно. Свадебные генеральщики такие. А вот правда, что у него... А это правда там это все такое? Ну нет, что вы такое? После этого нам выписывали, квитанции, значит, керамзита два мешка, там цементу, чего-то такое. Скажите, а у вас нету два унитаза нужной? Да, идите сейчас возьмем. Мы заходим, слили, значит, стоят унитазики, у Лилии говорит, какая прелесть, какая прелесть. Хапаем, и они у нас помещаются в машину на заднем сидении у Лилии, значит. Мы привозим домой, у нас унитазики, но купить невозможно было, конечно, унитазы. В общем, мы поставили эти унитазы, как-то их укрепили. Каждый раз, когда кто-то входил в талии, делали так. Ой! Ой! Оказалось, это унитазы для детского сада. Так что, про нашу стройку можно писать вообще... Роман, конечно! Роман, конечно! Роман, да! И с Микаэлой Дроздовской вы тоже дружили. Мы с ней работали в театре киноактера вместе, играли спектакль «Варвара». И как-то выходим на Садовое кольцо, она мне говорит, ну, давай заедем ко мне. Хотелось поговорить о работе. Вот как я вошла в дом, все. Мы просто сразу поняли, что мы жить друг без друга не можем. И мы стали просто общаться очень близко. У Микаэла родилась Дашка, и она мне попросила быть крестной матерью. Я сказала, что да, хотя у меня уже была одна крестная дочка. И она все время говорила, говори, мама, это твоя мама. Микаэла говорила, да, мама, да, дочка. Я ее очень часто забирала с собой, привозила к себе. Но самое трудное было положить ее спать, потому что ее пока ходишь, ухайдокаешься. Да, да, да. Она, это все новое, она вот так все время головой крутит. Конечно, такая маленький ребенок, любопытно все, да. Все крутит, да, крутит, вертит какие-то картины, какие-то новые предметы, все. Потом смотрю, уже засыпает. И у меня такая была крупача, когда я снималась в Ташкенте, это такой матрасик. И вот я ее туда положу, и она засыпает. Потом переношу ее себе в комнату на раскладушку. Ну, под утро она уже со мной спит. Она ко мне приползала и спала со мной. А я боялась ее задавить все время. И вот в тот год, когда ушла Микаэла, мы ехали с дачи, она мне говорит, слушай, если со мной что-то случится, не оставь Дашку. Я говорю, ты что, с ума сошла, что ли? Молодая женщина. Ну, абсолютно. Понимаете? И вот случилось. Она погибла, но о чем разговор? Конечно, и у Даши чудный отец, Вадим Семенович, смоленский профессор, доктор, замечательный. Ну, она рвалась ко мне. И я сказала, я тебя возьму, если папа разрешит. Потому что у папы появилась женщина другая, хотя девочки, и Ника, и Даша были ухожены, все было замечательно. А Ника, это старшая сестра? Ника, это старшая сестра, да. И он сказал, как Даша скажет. Она сказала, я хочу к Кале. Хотела сказать маме, к Кале. Он сказал, хорошо. И он мне ее отдал. Она тоже молодец. 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 А ей сколько лет было? А ей было вот уже семь лет, вот просто вот-вот-вот. Ну, самое главное, что вот Дашка, она такая была ответственная, мне так, я не люблю утром вставать. Вот я и оставляла завтрак, она сама поест, все, выходила, переходила в переход на ту сторону, на автобус, доезжала до своей школы. Вот я хочу, Дашу, дочку вашу послушать сейчас. Ну, давайте еще. У меня нет ощущения, что Алла когда-то, вот в первый раз появилась. Она была всегда. В моей жизни она была всегда. Я для себя определила ее, как мама, уже живя у нее, спустя какое-то время. Это пришло как, ну, вот изнутри. Просто пришло в какой-то момент. Это такой своего рода подвиг с ее стороны, потому что все вокруг были против. Да, вплоть до того, что была против Люся, бабушка, Алина мама. Не потому что против меня, а против в принципе, потому что вообще-то, конечно, она у Аллы с Сашей была их ребенком, да, в какой-то момент. То есть произошел перевертыш. Большинство друзей было против. То есть для нее, человека, который как бы на это решился, это было вот вопреки всем-всем мнениям, в общем, всему свету. Аллочка, а Саша ваш как воспринял? О, точно, хорошо. Он был со мной заодно, совершенно точно. Мама просто ревновала. Ну, для меня никогда не было, что это не мой ребенок. Я даже не могу сказать этого, понимаете? Вот она моя, просто моя. Я ее обожаю, люблю. Ну, Даша актриса, как и мама. Ну, Дашка, конечно. Конечно. Я хочу как раз кусочек посмотреть из фильма с ней. Ну, Даша актриса и очень, кстати, хорошая. Я ее и в спектаклях видела, ну, и в фильмы тоже. Она хорошая очень. Тебе почти 40 лет, Соня. Тебе надоело за мамину юбку держаться? Мне надоело. А, по-моему, лучше провести время выходные с мужиком на даче, чем с Бертой Моисеевной. Извините за выражение. И для здоровья полезнее, короче. С нормальным мужиком время провести очень хорошо. Только где ты мне этого нормального мужика достанешь? Вот именно. Раньше мы не жаловались. Раньше нас все устраивало. Мужик, Слава, это не только вопрос потенции. Мне понятно, говоришь. Опять вот эти ваши еврейские тонкости. Я человек простой, Соня. Я хочу с любимой бабой на даче в выходные время провести. останови меня, останови меня, пожалуйста, у метро, иначе я сейчас выпаду из машины. Это же шутка не говоришь. Я последнее время перестала понимать все, что связано с тобой. Сонечка, что с тобой? У тебя критические... И не надо меня трогать! Вот вы когда смотрите, Аллочка, вы гордитесь горжусь. Правильно делаете? Правильно делаете. Я вот сейчас еще хочу, чтобы Даша рассказала историю одну. Ну-ка. Она не конфликтный человек совсем. То есть, нет, это не значит, что с ней нельзя поссориться, можно, конечно, но надо стараться. Один раз, единственное, я сама это помню, что я ее довела совершенно смертельно, потому что она со мной учила английский язык, и мы шли по улице, у нее был в руке учебник, и в какой-то момент она просто швырнула его об землю. Это единственный случай, когда на моих глазах мама вышла из себя. Вот честно. Больше я такого даже не видела. Нет, ну, она может обидеться, там, как-то затаиться, не разговаривать. И то, не разговаривать, это не то, что совсем, да, ну, как-то показно. А Роб снимал вас, Аллочка? Да, он меня снимал, но снимал меня очень справедливо. Я всегда должна была быть на месте. И вот наступает на ножах Лескова. Роман прочли, и он начинает снимать. Была там одна роль, Катерина Астафьевна, майорша такая, простая тетка. Такая роль, просто замечательная. Мне так хотелось, но я как-то, как-то, ну, не предлагает. А сами вы не пристаете? Никогда, клянусь вам, никогда. Слышу, значит, Ноне Мурдвяковой звонят. Она говорит, Сашенька, чудная роль, но такой текст трудный, Лесков. И была утверждена Ия Савина. И вот как-то мы уже сидим, они уже снимают, уже все. Я уже думать забыла, все. И вдруг задается звонок, звонит второй режиссер и говорит, Алла Зиновина, вы можете завтра приехать на студию Горького? Я говорю, а что такое? Вот завтра у вас пробана Катерина Астафьевна. Сидит рядом Орлов. Я так на него смотрю. Вот вернулся, так сидит. Я говорю, хорошо, когда? Он говорит, ну, я думаю, что вам посылать машину не надо. Я приезжаю на пробу. На меня надевают толстинки. Он еще и пробовал вас. Ну да. Вот на пробу. Да, на пробу. Я чего-то. А уж просто через два дня съемка с Владимиром Ивановым. Это актер театра Вахтангова. Вот. И я начала свою Екатерину Астафьевну. Я только что перед этим, извините, съездила в контракт с Севиль, худела. И тут мне нужно поперек себя шире. Я стала чего-то такое. Поправилась. Немножко так окрепла. Все-таки нужно было иметь что-то такое. Ну, и стала сниматься. И получала, конечно, невероятное удовольствие. Мы приезжаем на Донбай, где идет фестиваль телевизионных фильмов. И жюри объявляет, что за роль Катерины Астафьевны награждается Алла Будницкая. Ну, я к тому времени уже ехала на фестиваль, конечно, я уже себя так это все спустила. И мне хотелось, что вот когда я выйду, я почему-то об этом мечтала. Но я выйду на сцену хотя бы представляться. Скажут, неужели это она? И действительно, та, что я на экране, и та, что я уже приехала на фестиваль, были совершенно, ну, физически совершенно разные люди. Женщины. Давайте посмотрим кусочек, Аллочка. Давайте. бедняжка, как тяжкая ее жизнь. Вера была так тревожно вчера. Но я надеюсь, ты не станешь относить моего бегства к чему-нибудь другому. Ну, стану я относить. Не станешь. Ну, разумеется, не стану. И Асав был, от кого бежать. ой, как она странно смотрит. Господи, будто следит за нами во сне и наяву. Господи, помилуй. Прощай, Саша. Грима никакого. Ни в коем случае, не дай бог, так хочется, глазки что-то такое чуть-чуть. Орлов, вот что бы ни происходило на площадке, девки, мы сидим в гримерной, там, Леночка, Оля, Ирка, там, Алла Зиновьевна, сколько это может продолжаться? Сколько вы здесь будете сидеть? В общем, я самая такая. Ни Леночки, ни Ирди, Конечно, мы во всем виноваты. Алла Зиновьевна, всегда Алла Зиновьевна. Конечно, конечно, вы жена, поэтому вы во всем виноваты. Это фильм 98-го года, а в начале 90-х, в конце 80-х, вообще все рухнуло. Актриса и режиссер, как вы это пережили? Да у вас ребенок. Работать надо? Что? Орлов остался без работы, который снимал вообще через год картины. И как-то позвонил мне мой однокурсник, Миша Садкович, и сказал, слушай, я открываю ресторан, ты не смогла ли, так сказать, в общем, пойти туда? Я говорю, а что делать? Все знали, что я готовлю, мне ничего не стоило вообще накрыть стол на 12 человек, потому что все в Доме кино, после Дома кино все к нам, а у меня уже была квартира на Кутузовском, на Славянском бульваре, большая комната, накрывался стол, бывали все у меня в Доме, все перебывали. И мне Никита Михалков говорит, я тебя очень прошу, приезжай от Марчелла Мастрояне, и эта группа вот очень черная, пожалуйста, сделай там что-нибудь, Вот такой русской, русской, конечно. Ну, я, значит, сделала растягай, пирожки с солеными грибами, солеными огурцами, под водочку. И я вот этот вот стул накрыла, и все. И потом, значит, я приезжаю в Париж на начало съемок, уже очень черные, и у моей подруги, Музы Туринцевой, значит, Никита говорит, значит, примем Марчелла, и все, мы, значит, садимся за стол, и Марчелла Мастрояне сидит за столом, и Музы, значит, тут вот креветки, мидии, все это самое, лежит, ходят официанты, устрицы, конечно, Виттер, конечно. Марчелла так на меня смотрит, Алла, пицуншки, я говорю, что это пицуншки? Но это пицуншки, это пицуншки, с салей, и с шампанью. Я говорю, пирожки. А почему я сказала пицуншки? Потому что, когда он был здесь, его все звали, поедем на пицунду, у нас такой там свой дом творчества. Я говорю, пирожки, пирожки, Марчелла. Я решила, Музы, давай я сделаю пирожки. Я побежала в магазин, купила... Там, в Париже? В Париже, да. Купила, значит, шубы с мясом сделать. И, значит, все. Привезла с собой из Москвы пачку дрожжей мороженых. На чем я делала пирожки? Это же дрожжевое тесто. В общем, мука, замесила все. Но помимо того, что я схватила кусок мяса, Музыка, с ума сошла? Я же, кот де бюф, он стоит черти чего. А в Москве из мороженого мяса. Да, да, да. А тут я купила самое дорогое. Ну, вил хороших кусок мяса. Не только парной, что и кот де бюф, это бог такой, в общем, как вывеска. Вот. Ну, ладно. Стала делать, бросаю пирожки, а это в шипящее масло. И вот у меня бросаю вот такой пирожок, а вот такой лапоть выходит оттуда. Оказывается, у них мука уже была с разрыхлителем. С разрыхлителем, да. И еще мои друище мороженых. И еще поднялось, да. И вот я вытаскиваю оттуда просто ну, лапти такие. Это ужас, как. В общем, пришлось отменять быстренько все это и делать, в общем, попроще. А в ресторане что вы делали? Я вообще-то называлась директором как бы ресторана, ну, вот. А потом, поскольку этот ресторан очень хорошо пошел, я назвала его у бабушки. Это было в подвале. Люди просто драли, чтобы туда попасть. И все. Вот Алла Пугачева с Филиппом отмечали свою помолку. Весь шоу-бизнес там. Вкусно было и душевно, да? Было в душевном. Готовила я сама и Света Шварков. Неужели? И у меня весь штат был с телевидения. Звукооператоры, редакторы. все остались без работы. И вот когда мне Миша показал это помещение, я сказала, Миша, ладно, я согласна. Потому что невозможно. Уже дома есть нечего, вообще ничего нету. Работы нету, никакой. И у нас стояли в ресторане от сока пакетики у каждого, кто работал в ресторане. И вот что со стола, например, нарезка не доели, тогда складывали, чтобы забрать потом с собой. Уже что было на столе. А у меня еще собаки и кошки. А вот то, что вот с тарелок, это собакам и кошки пакетики. И вот мы как-то вот таким образом обходились. Иногда, если меня вот так вызывали, как хозяйку, встречали аплодисментами. Они все знали, что актриса, да? А иногда сказали, ну вот это что такое, так ковыряли, что он не дожарен. Не то, ага. Да, ничто. Ну, бывали такие случаи. Но, тем не менее, какое-то время мы открыли еще французский ресторан. А рецепты где вы брали? У меня школа жизни. Во-первых, это коммунальные квартиры. Так. Потом я очень много, слава богу, ездила. Я во Франции там по два месяца жила, приезжала, там бывала. Рестораны. И мне всегда было интересно. А вы запоминали, записывали? Я, например, говорила, я говорю по-французски, свободно. Скажите, пожалуйста, а кто у вас такой шеф-повар? Ну, кто-то приготовил так печенку. Я говорю, я такого в жизни не ела. Можно мне повара? Да, пожалуйста. выходил повар-шеф. Я говорю, ну, как это вам удалось? Смотрите, ведь печенка, я знаю, ее так нельзя долго жарить. Да-да-да. Он говорит, о, сэтрэссимпель, мадам. И выдает мне рецепт от начала до конца. Таким образом я выуживала рецепты. Помню, значит, где-то такое уже в Каннах на берегу, значит, был ресторан, где подают только буйабес. И как он готовится, тоже нужно было, конечно, мне узнать. Да, буйабес, это вообще искусство. Искусство невероятное, да. Я говорю, скажите, пожалуйста, мой конфуз, а у вас нет свиных ножек? Потому что в Париже, в чрево Парижа, подают чудные свиные ножки с картошкой жареной. Надо было мне в таком ресторане ляпнуть. И мне, ты что, говорит, с ума сошла где-то? А он говорит, мадам, если вы хотите, я сейчас пошлю посыльного, вам принесут. Ну, у нас такого не готовят. Это мой конфуз в этом рецепте. Я выуживала эти рецепты. Вот. И поэтому у меня собралось просто, ну, все, что я в жизни попробовала, что мне нравилось, и то, что я подглядела в коммунальных квартирах, вошло вот и в мою книгу тоже. Вы же еще вязали. Еще как. А зарабатывала. Это все было одновременно с рестораном? Это было, в общем, все время. Я стала вязать для себя. И когда наступил момент вот этого кризиса, мои друзья были уже в Нью-Йорке. Я отсылала в Нью-Йорк эти кофты. Они мне продавали это там по 100 долларов. И очень было много продано. И вот это тоже было, в общем, как, конечно, подспорье. Подспорье. Ну, в общем, трудная была жизнь, но я все равно счастлива, что я через это прошла. Конечно. Благодаря ресторану, конечно, он гремел на всю Москву. Стало приходить телевидение. Они меня снимали. Я что-то такое рассказывала. Да, и началась работа. И после этого, спасибо большое, меня, значит, пригласили на телевидение, на передачу, которую я вела четыре с половиной года. Столько вот испытаний и столько каких-то сложностей. Но, тем не менее, любое испытание в какую-то положительную сторону оборачивается, Аллочка. Да, я вот сейчас каждый день думаю, вот у меня сегодня такая-то радость произошла, такая-то радость. В общем, в основном, это встречи с друзьями. Обожаю друзей. Поход в театр, книги, конечно. И я говорю, вот тебе живи и радуйся. Вот тебе подарки, подарки судьбы. Сейчас вот еще одно пожелание, Аллочка. Давайте. Мамусик. Да. Дима. Я тебя люблю. Дима. Собственно, это не секрет ни для тебя, ни для меня, но не устаю тебе об этом говорить. Рада, что в очередной раз есть такая возможность. Я тебя очень прошу, самое главное, не болей, потому что больше я с дедушкой сидеть не буду. Спасибо. Поэтому, если тебе так тяжело с дедушкой, я болеть больше не буду. Обещаю. Спасибо вам большое. Я присоединюсь к Даше. Не болейте. Приходите еще, получайте радости. Пусть они там, я не знаю, мелкие какие-то, но чтобы они обязательно были и чтобы они были каждый день. Алл. Спасибо. 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 Я вот что хочу сказать. На таких людях, как Алла Будницкая, земля держится, потому что она человек с очень сильным характером и большим любящим сердцем. в поем. Спасибо. И Quan вино. Продолжение следует...